Чуваки, всем здоровы! Это мое обращение к таким пабликам, как Немергенштерн, Рифмы и Панчи и подобным. А также ко всем блогерам и к моей аудитории, кто прямо сейчас меня поддерживает. А также к сотрудникам и лицу магазина Никиты Ефремов. Позавчера, то есть 12 октября, мои личные данные были пробиты сотрудниками магазина Никиты Ефремов. А именно, сотрудниками по безопасности. А также номера личные моих знакомых также были пробиты. После чего им стали названивать всю первую половину дня. После чего я решил связаться с ними и стал получать угрозы от сотрудника по безопасности, что на меня заведут уголовное дело по статье за клевету. И что либо я прямо сейчас удаляю свой ролик, либо они идут в суд. Также со мной связывался отдел по маркетингу магазина Никиты Ефремов, в котором они отправляли мне огромные письма, где говорили все то же самое, что они найдут лучших адвокатов уровня Моргенштерна и так далее. Фамилии называть не буду. И что я должен буду удалить как свой ролик, так и все шортсы. На следующий день мне позвонил уже сам Никита Ефремов, от которого точно так же были угрозы, только он называет это правовое поле. То есть, либо я удаляю ролик, либо он идет в правовое поле, то есть в суд. Либо мы с тобой договоримся, и даже несмотря на все эти угрозы на протяжении суток, я все равно пошел с ним на коннект и хотел его услышать. И что же он такого сказал? Он сказал прямым текстом, давай ты, короче, вырежешь все, пропаль в ролике, поменяешь название, описание ролика, а потом я, мы с тобой созвонимся, и я тебе все расскажу про паль, что у нас нету пали, мы с тобой сделаем видео, потом ты приедешь, я приеду, мы с тобой сделаем ролик вживую, и там я тебе покажу, уже подготовившись, что у нас нет никакой пали, что ты был неправ. Но при этом я извинюсь за сервис, за все остальное, но так как у нас все хреново сейчас, падают продажи, все остальное, я не успею решить все проблемы, то я не могу не подать на тебя в суд, потому что ты сказал, что у нас паль. В итоге, после суток того, как меня запугивали, на панике, в итоге, после того, как мне два часа он промывал мозги, нон-стопом тебе вбивая в башку, я чуть ли не пошел менять название, я чуть ли не пошел вырезать все, я подумал суды, я испугался, я подумал то, все, пятое, десятое, а сейчас я скажу, хер я тебя удалю, че, хер я тебя поменяю, че, понял меня? Я увидел сегодня поддержку от пабликов, от блогеров, от обычных людей, кто мне сейчас пишет, скидывает подделки твои мне в инстаграм, я нашел уже топовых адвокатов, но на них у меня пока бабок нету, потому что мне не занесли никто. Короче, нихрена я вырезать, удалять, менять и так далее, ничего не буду, адвокаты уже поугарали там с твоих претензий, по клевете, особенно то, что этот ролик был только моим мнением, моей историей и историей других людей, которых вы обманули. Вместо того, что мне сейчас угрожать судами, манипулировать, мозги мне промывать, что я до такой степени уже просто, я ничего не соображал после разговора с этим Ефремовым, я просто сижу и понимаю, что я не втыкаю, просто мне в течение двух суток разные люди целой командой сидели и пытались, чтобы я удалил этот ролик. И все, чтобы я удалил этот ролик и все. А потом они обещают мне, что они докажут мне и всем, что у них Непаль. Так ты сначала докажи, что у тебя Непаль, а уже потом я решу, буду я что-то менять или нет. Большой ролик со всеми пруфами, как мне угрожали, как на меня давили двое суток огромная команда людей, которые у него там работают. А также, как сам лично Никита Ефремов и убеждал меня в том, что я почему-то с какой-то стати должен сейчас удалить ролик, а потом он мне что-то докажет. Я ничего не буду удалять, ты не понял еще? В общем, весь ролик выйдет на неделе. Также все пруфы от других людей, кто также пострадал, реакции блогеров. А пока я попрошу распространить это видео по всем пабликам, отправьте им в предложку. Не для того, чтобы мне похайпиться, как утверждает Ефремов, а для того, чтобы я просто обезопасил себя. Потому что у них сейчас есть вся информация про меня, где я живу, номера телефонов, номера телефонов моих знакомых. Я, конечно, сам виноват, что я позвонил им со своего телефона. И если, например, со мной каким-то образом что-то произойдет, или мне кто-то причинит какой-то физический вред, об этом сразу все узнают. Если после моего второго ролика, Никита, ты захочешь со мной поговорить, только без подготовки и на камеру, пожалуйста, я готов. Но пока мне никто ничего не доказал, я ничего делать не буду. Я что, вы вообще, что там? А пока что все, что касается этой ситуации, подробно я буду постить у себя в телеграм-канале, который я создал, где уже есть реакции, где есть пруфы и все остальное. Поэтому, чуваки, подпишитесь на телеграм прямо сейчас. Спасибо за субтитры!